Спонсор сегодняшнего видео – проект серверов WoW Circle. Большой выбор игровых миров от версии 2.4.3, заканчивая версией 9.2.7, на которых играет более 45 тысяч игроков ежедневно. Периодические турниры с внушительным призовым фондом, в которых может принять участие любой игрок. Проект существует более 14 лет и не планирует заканчивать свою уникальную деятельность. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы будем вылутывать максимум золота из профессии Dragonflight. Я больше чем уверен, что у вас имеются различные слитки, кожа, стихии, рвение мастера. И все это можно на текущий момент выгодно реализовать. Начиная с припатча появилась такая характеристика, как концентрация. Максимум ее тысяча, она постепенно накапливается. Ее можно травить в крафтах в пользу того, чтобы сделать крафт более ранговым. То есть, если мы крафтим между вторым и третьим, мы добавляем концентрацию. И таким образом предмет будет третьего ранга. Какая-нибудь там поясная пряжка, допустим. Чем больше у нас изобретательности, тем больше вероятность того, что концентрация при крафте вернется. Система крафт довольно-таки интересная на текущий момент, гибкая. И почти в каждой профессии имеется какой-то крафт, который позволит нам реализовать накопленные ресурсы и таким образом заработать. Я нашел некоторые такие крафты и хочу с вами поделиться. Начнем же. Лагерь феррака. Либо равнина анары, либо лазурный простор. Все зависит от того, где на текущей неделе происходит налет феррака. На данный момент от равнина анары мы подходим к наковальне пламени тьмы и выковываем затененные поясные пряжки. Само собой мы используем молоточек на перепроизводство. Чарим его на находчивость. И реализуем абсолютно всю концентрацию, какая у нас только имеется. Как вариант, можно использовать шарики, если они у нас имеются. Я солью, пожалуй, всю концентрацию. Шарики пока что сэкономлю. Делаем 12 крафтов и лутаем кучу проков. Наверное. Немного реагентов сэкономилось и сделали даже 13 крафт. Таким образом, с 12 крафтов прокнуло вообще 13 крафтов и получилось 15 поясных пряжек. Кидаем на аук. И что по ценам? По ценам довольно-таки неплохо. Сплавы я абсолютно все покупал сам. Сер-2. Как вариант, может их можно скрафтить самому, сэкономить таким образом еще маленечко. Ждем пока купят. Фатальную ошибку допустил в тот момент, когда закинул все 15 пряжек на аукцион. Надо закидывать по чуть-чуть. По одной, по две, по три штучки. Потому что ставят поверх ваших пряжек какие-либо другие. И цена сбивается. То есть по чуть-чуть, помаленечку просто закидываем и будут покупать. Я удивлен то, что эти застежки реально покупают. Кому нужно 106 выносливости на пояс? Рейды кончились. Все кончилось абсолютно. Зачем им эта лишняя стамина? Во время актуальных сезонов не покупают. Сейчас покупают. Это очень интересно. Переходим к следующей профессии. Алхимия. Нужная профессия. Блаконы юзают абсолютно все. Блаконы оскорняющей ярости. Именно их мы будем крафтить. Есть одно но. Нам потребуется алтарь гнили. Поэтому нам потребуется иметь активное кд в лощину бурошкурах. То есть полностью пройти данж нужно. И потом мы открываем вкладку общение, рейд, информация. И продлеваем кд. Каждую неделю. Главное не забывать это делать. И все крафтим. Используем стержень на перепроизводство. Реагенты. Тир 3. Юзаем одну пятую долю от шарика. Либо используем концентрацию, которая у нас накопилась. На стриме я сегодня крафтил кучу этих флаконов. Абсолютно все продал. Также таймер есть. На вовхеде. Если прям поминутно хочешь чекать. Там все фласки походу купили. 83 тысячи пришло голдой. Да в натуре все купили. А накладки что-то не густо. Сука демперы. Кожевничество. Будем крафтить лучистые накладки для брони. Шкуру используем Тир-2, Тир-3 юзать слишком дорого. Эластичную кожу используем Тир-3. Разница между Тир-2 и Тир-3, там пару серебряных монет. Используем, конечно же, ножик на перепроизводство, чарим его на находчивость. И юзаем концентрацию. Юзать цельный шарик как-то дороговато. И кидаем эти лучистые накладки на аук. Я маленько закинул, и их уже купили. Накладки, окей, я могу понять. Реально нужная вещь. Статов там хорошенько дается, но пряжка. У меня до сих пор это из головы не выходит. Кидаем также накладки по чуть-чуть, и постепенно их будут покупать. Партнежное дело. Мы будем делать рулоны лазурного полотна. Летим к лазурному станку, который находится рядом с лазурным хранилищем. И используя ножницы на перепроизводство, зачаренная на находчивость, мы будем крафтить эти рулоны. Максимум можно накопить 30 зарядов. Раз в недельку прилетаем, крафтим. Сейчас довольно-таки удобно. Абсолютно все порталы раскинуты по персонажам. Если мы на мэй не проходили десяточку лазурное хранилища, то можем тэпнуться. Тэпнуть как раз покажу, где находится этот станок. Можно даже поюзать одну пятую частичку этих шариков, для того, чтобы сэкономить концентрацию. Она нам потребуется в будущем. Тэпнули в данж, и довольно-таки рядом находится этот лазурный станок. Конкретно вот в этой палатке. Его прям видно. Где вот этот крафт? Не вижу ничего. Крафтим. Используем ножницы на перепроизводство. Понял. Найс проки. Далее из получившихся рулонов мы делаем замерзшие чародейские нити. Также мы используем ножницы на перепроизводство. И именно тут мы используем концентрацию. По той причине, что мы не хотим использовать цельный шарик. Лучше одну пятую долю мы вольем в крафт рулонов. Это намного полезнее. Замерзшая нить используется в крафтах. Также ее можно просто взять и закинуть на аук. Является чантом для поножей. Из лазурного шелка можно еще сделать сумочки, если у вас его много. Неплохой довольно-таки вариант. Нитки продаются на ауке. Найдем тут почтовый ящик. Так и покажу, что они недавно были проданы в хорошем количестве. Ну в таком, неплохом. 7600 пришло с продажи девяти ниток. Копейки, но хоть что-то. Наложение чар. Имеется несколько хороших крафтов. А именно глина дозорного, ветер равнин, а также веющее посвящение. Если мы делаем веющее посвящение, то мы не хотим тратить цельный шарик. Мы используем концентрацию. В тот момент, когда мы делаем глину дозорного или ветер равнин, мы используем одну пятую от шарика и дополнительно еще тратим концентрацию. Используем жезл на изобретательность. У учителя наложения чар мы покупаем материал для свитка наложения чар. Используем его в качестве цели. Юзаем концентрацию, чтобы она светилась желтеньким. И таким образом чарим. Получаем свиток, который мы можем кидать на аук. Также сделаем еще один чантик, потому что прокнул прорыв. Все, больше не прокает. Понял, понял. Получившиеся чары мы кидаем на аук. Пошел нереальный приток золота. Чанты покупают? Это прекрасно. Ювелирное дело. Мы будем изготавливать сложные оправы для медальона. Либо тратим концентрацию полностью, либо прикладываем малую часть шарика. Таким образом мы тратим еще меньше концентрации. Потратим немножко. Покрафтим. Само собой используем зажимы на перепроизводство. И чарим на находчивость. Много крафтов реализовано. Сделано почти 100 оправ. Закидываем потихоньку их на аук. Оправы по факту покупают довольно-таки часто. Я думаю штучек по 5 можно вообще спокойно их закидывать. И будут покупать сразу же. Не так быстро скупают оправы, как я думал, но результат довольно-таки неплохой. Несколько минут посидел, закинул по 5 штучек, по 10 штучек. И кто-то по 3 сразу оправы покупает, кто-то по 2. Как бы люди одеваются, гирятся, постепенно дырявят свои неки с целью того, чтобы вставить гемы какие-то качественные, готовиться к старту нового дополнения. Окей, будем на них зарабатывать. Реализовав абсолютно всю концентрацию, которая у меня накопилась на многих персонажах, реализовав абсолютно все ресурсы, которые у меня были накоплены, которые были куплены по дешевке, получился хороший прирост по золоту. Его видно в правом верхнем углу. В инженерном деле, в начертании я не нашел особо крутых крафтов. Если у вас есть какие-то мысли насчет тех двух профессий, то дайте знать мне об этом в комментариях. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!